Вот в таких подворотнях снимались фильмы. Ламборджини Куракан. Ребят, 16 лямов рублей на наши деньги. Что, тест-драйв можно сделать сегодня? Послушайте, как трещит гонкунгская еда. Ну-ка, поднавали. К Мазерати поехала. Бензин 120 стоит на наши деньги. Хоть у них и больше зарплаты, но все равно, допустим, нормальную Теслу можно взять за 35 тысяч долларов. Вот она, Теслочка. Сколько модель С стоит? Сейчас уже почти поднялись пешком, но здесь такой вот водопадик. Сейчас летим в Гонконг с корешком. Там пару дней. Делаем визу в Таиланд. Заезжаем на Китай. Из Китая уже на Пукет. Так, ребят, уже скоро подлетаем к Гонконгу. В общем, смотрите, если кому сильно приспичит в туалет пойти, и прям очень хочется, и занято, рассказываю, что делать, чтобы проникнуть в туалет. Видите, красная, закрыта, плохо видно. Короче, поднимаем вот эту штуку, она поднимается. И там, под ней, есть открывашка. Открыть можно спокойно. Ну, это сделано для того, что если кому-то станет плохо в туалете, они открывают вот эту защелку, и все, просто щеколка открывается. Туалет распечатывается. Так, ребятки, ну все, приземлились в Гонконге. Сейчас находимся в аэропорту Гонконга. Быстренько заполняем иммиграционные карточки. Кто не заполнил, я уже заполнил в самолете. Что там случилось? Я спросил багаж. Там, да, с той стороны, да. Все, с той стороны багаж получаем и прям в отель. Отель себе забронировали хороший. Четыре звезды с бассейном в самом центре. Рядом с посольством я взял тайским, потому что завтра утром мне в тайское посольство идти. Ребят, кто угадает, кто это? Кто первый напишет в комментариях? Кто это такой? Сейчас идем. Нас четыре человека, компания. Я, кореш мой, Дед Мороз, Акави Прайдер. И с нами семейная пара, муж с женой. Нас четыре человека. Ехать смысла на автобусе нет. Лучше поехать на такси. Кто на то и выйдет, но зато с комфортом. Так, вон, ребят, стоят такси. Все такси в Гонконге марки Toyota Crown. Crown Comfort. Офигенная, неубиваемая тачка. Очень много места сзади для пассажиров, для ног. Даже сзади можно багаж. Я говорю, что Crown Comfort для такси это самая идеальная машина. Во Владивостоке тоже, кстати, такие на дроме стоят. Crown Comfort для такси. Краунер. Да-да-да, давай спросим. Нет, но на автобусы охуяем. Так, Crown Comfort на газу работает. Все, вещи закладываем. Сейчас узнаем, сколько это будет стоить. Так, ребятки, вот только приехали с аэропорта. Еще даже вещи не разложили. Вот такой вот номер у нас. Отель 4 звезды. Какое-то кресло гинекологическое непонятное. Там душевая. Там Vip Rider сейчас душ принимает. Это кровати. Подушечка. Вот, софт. Да, такая приятная, как тесто какое-то. Отель 4 звезды. На 22 этаже у нас находится бассейн, тренажерный зал. Завтрак включен. Мы сейчас на 21 этаже. Но темно, ничего не видно, ребят. Давайте завтра сделаем уже обзор. Сейчас я в душ и кушать. Халаты есть, все как надо. В душ и кушать. А завтра уже нормальный полноценный обзор. Поснимаю. И сегодня вечером, может, что-нибудь в ресторанчике засниму вам. Как-то так. Так, ребятки. Добрались все-таки. Все, приняли душ с Vip Rider. А.К. Дед Мороз. На канал его не забывайте подписываться тоже. Сейчас кушаем. Ну, что, Дед Мороз, как долетели? Долетели опасно. Все было сильно? Знаешь, у меня яички стали как перепели. Ну, да. Ребята, если все честно, и машина вообще очень нормально. Послушайте, как трещит гонконгская еда. Так, ребят. Вот наш фитнес-центр, так называемый. На... Этому. На 22-м этаже. Бассейн. Небольшой. Слышь, Дед Мороз, ожидалось, что бассейн будет с видом на город. А, да-да-да. Вот. Видно. Голову. На спинке, когда плюешь. Да, спинообразное движение. Что, на завтрак идем? Ребята, всем привет. С вами друг Сан Саныч Богомолова, Вейпи Райдер. Подписывайтесь на мой канал, ссылка в описании. Также можете зайти к нами. Вот, смотрите, у нас сегодня есть в гостинице «Завтра» в Гонконге. Здесь у нас три вида сока, хлопья. Тут у нас, получается, всякие овощи. Вот, мандаринки. Мандаринки. Вон, овощи, фрукты и все такое. Также здесь у нас есть всякие топпинги. У нас там, получается, оливочки. Здесь у нас каша. Ну, и тут, получается, у нас всякие разные вещи, типа вот такого. Бекон, сосиски. Вот еще, кстати, тема прикольная, как Хованский готовил, как Хованский готовил яйцо в этом, в тесте. Прикольно сделано. Вот. Стейки. Стейки есть. Стейки. Здесь все в кляре. И вот мой любимый раздел. Это ассорти хлебное. Так, здесь вот это все. Йогурт. И есть кофемашина. Есть кофемашина. Вот такое небольшое кафе. Все завтра. Там тоже есть всякая разная еда. Вот Сан Саныч Богомолов. Ребят, всем привет. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Ну так, ребятки. Выдвинулся в тайское посольство. Время сейчас 9 часов 25 минут. Посольство Таиланда открывается через 5 минут. Вот, сэндвичи. 11 гонконгских долларов. В русских рублях это надо примерно умножить где-то на 8 рублей. Один гонконгский доллар примерно 8 рублей сейчас стоит. Завтрак в отеле просто шикарнейший. Там и сыр с плесенью есть, и обычный сыр есть. Что там, йогурты какие хочешь, блюбари там. Чем хотите. Чернослив. Автобусы английские, двухэтажные. Крауны, комфорты. Много машин Теслы. В общем, где находится посольство тайское? Рассказываю в двух словах. Остановка метро. Станция Адмиралтейская. Выход Б там увидите. Рядом с парком. От моего отеля, Эмпориор Хотел, в 16-15 минут пешочком. Тут одна станция метро, я пешком прогуляюсь. Поснимаем видео. Да, много автомобилей Тесла. Потому что в Гонконге литр бензина на русские деньги примерно стоит где-то 120 рублей. Ребятки, трамвайчики у них тоже смешные. Двухэтажные. Вон он, подходит. А пик Виктории там находится. Потому что наш отель, как я уже сказал, находится на острове. Не на материковой части. Хоть на материковой части, конечно, и подешевле жилье. Но мне вот с утра надо в посольство быстренько, быстренько. Все сейчас вопросы решить. Так, ребят. Какие документы нужны в посольстве в тайском для однократной визы? На три месяца в Тайланд. Все очень просто. Фотография три на четыре. Консульский сбор 300 гонконгских долларов. Билет туда, билет обратно. Бронь гостиницы. Желательно страховка. И выписка со счета, что у вас не менее 50 тысяч рублей на счету есть. По факту. Какие документы берут? Фотография три на четыре. Ксерокопия первой страницы вашего паспорта. Потом ксерокопия штампа. Вот она. Тесла поехала. Ксерокопия первой страницы паспорта. Ксерокопия. Бумажку вам даю, чтобы вы в Гонконг улетели. Штамп не ставят в паспорт. Дают такую бумажечку. Такой чек специальный. Типа. На одной странице. И в принципе все. 300 гонконгских долларов. Больше ничего не надо. Одни Теслы. Тесла на Тесле. Ребят. Вот еще тоже вот. Тесла едет. Чувачка. Вот Тесла. Пройдет бронь. Вон Тесла. Все, ребят. Уже почти дошел сейчас направо. И там посольство тайское находится. Либо консульство. Так, черт с ним. Вот они. Автобусы в стиле в английском. Тесла. Ребят, кто знает, почему в Гонконге двухэтажные автобусы и тачки праворукие. Тесла. По переходу надо. По переходу туда, где-то там оно находится. Где-то совсем рядом, ребятки. Я чувствую запах том-яма. Ваши местные назначения. Мы не будем заспелывать. Ребят, важные ориентиры для вас. Кто будет искать в Гонконге посольство Таиланда или консульство. Надо выяснить, что там точно. Консульство или посольство. Вот. Банк от Америка Тауэр. Запомните. Адмиралтейская станция с той стороны. Выходим. Все. Вон, значок метро. Значит, тут тоже где-то можно выход совершить. Да, выход Б, получается. Вот тут как раз и выходим. Сейчас посмотрим. Та-ра-та-та-та. Это не про нашу честь. Восьмой этаж. Ребятки, восьмой этаж. Потом выйду, покажу вам это. Так, блядь. Западняй. Этот лифт до восьмого этажа не едет. Все понятно. О, с четвертого по четырнадцатый. Это нам сюда. Давайте, отправляемся. Следующая остановка Тай Эмбасси. Так, ребят, все просто. Паспорт. Копию паспорта. С чеком, как я уже этим сказал. Который выдают на границе с Гонконгом. 300 гонконгских долларов. Потом фотографию. Три на четыре. О, три с половиной на четыре с половиной. Вам дают вот эту бумагу. Заполняете ее. И все. Виза выдается на два месяца. И в Таиланде на один месяц. Можно потом продлить за 1900 рублей в иммигрейшн офис. Ну, и дальше уже расскажу. Как в Таиланде быть. Ладно, ребятки. Тут не надо снимать, провоцировать тайцев. Делаем все красиво. Будет красиво. Завтра будет виза готова. Ладно. Все заполняем. В общем, ребят, заполнил. Все там. Все просто. С фамилиями, отчеством. Где родились, где крестились. Где в Гонконге остановились. Как надолго в Таиланд собираетесь ехать. Все. Сижу, жду. Своего номера. Как номер засветится. Мы на табло подходим. Отдаем заполненную. Отдаем заполненную анкету. С приклеенной фотографией. Паспорт. Ксерокопию паспорта. 300 гонконгских долларов. Билет туда-обратно. Желательно бронь гостиницы. Можно даже подставную бронь. Можно даже подставные билеты туда-обратно. Потом расскажу, как это делать. На каком сайте. Если будут, пишите вопросы в комментариях. Отвечу. Ну что, ребятки. Все. Сдал все документы. Получается, что проверяли? Взяли только паспорт. Фотографию 3х4. Заполненную анкету на визу. И, естественно, 300 гонконгских долларов. Посмотрели, что у меня на счету есть 50 тысяч рублей. Билеты туда-обратно у меня даже не смотрели. Но, ребят, возьмите обязательно. Возьмите обязательно, потому что могут проверить. Сидят тайки миленькие. Вот это здание находится где. Ориентиры, да, вам даю? Чик-чик. Вот это золотое здание. Потом вот это вот. Интересное архитектурное решение. И сразу за ними. Вот там пик Виктории. Вот это здание. На восьмом этаже. Тайское консульство. Делается все очень быстро. Отдали документы, заплатили. Говорят, давай, иди отсюда, дядя. Завтра приходи, забирай паспорт с визой. Виза дается на два месяца. Что-то там ребята не подкованные. Я говорю, два месяца виза. Потом говорю, я ее на месяц в Таиланде за 1900 продляю. Она говорит, ничего не знаю, виза на два месяца. Ну, такого не бывает. Виз на два месяца не бывает. То есть, ну, она вообще, типа, двухмесячная виза, но с продлением еще на месяц. Опа. Ягоды Годжи. Это ягоды Годжи. Как круто. Редактор субтитров. М lasciвата. Редактор субтитров. Магазин хлеба Так, где тут наш отель? Ну что, ребят Покажу вам лобби сейчас отеля Потом обзор номера сделаю Если там, блядь, випрайдер Ничего не засрал У моего отсутствия Прохлада, наконец-то, блядь Как эта жара заебала Все, уезжаем в 11 Самолет в 11 Тут ресепшн, тут чекин Завтрак ниже Бассейн вы видели уже Так Без карточки же Не попрет он 21 этаж Поехали Да все, все Да, ребят Когда-то отель был роскошный Все в коже, видите Когда-то он был роскошный Так, температура какая за бортом 32 градуса в Гонконге 65, 90 80% Вероятности дождя Ну да, небо хмурое Все это к дождю Темно, ничего не видно Так, ребятки На пик Виктории выдвигаемся Пойдем пешком, наверное, на него Поднимемся, прогуляемся Посмотрим Шумно в Гонконге Людей много На улице Через сколько лет Там он Китаем полностью станет? Вот, ребят Обычный Ланч Ланч, да? 62, 55, 55, 62 Все цены в гонконгских долларах Гонконгские доллары Примерно умножать где-то надо На 7,5 Короче, умножаем на 8 Не ошибетесь 7-11 есть Цены в 7-ах, ребят Адские просто По сравнению Ну, с Россией Маленький сникерс На русские деньги Где-то 80 рублей стоит Бензин на заправке Я уже сказал На наши деньги 120 литр бензина стоит Неудивительно, что Много Машин Тесла Вот, счастливый час Боттл 30 гонконгских баксов Ребят Как я вам обещал Зайдем сейчас В подворотню Где снимаются Фильмы С Чон Йон Фатом И где Джики Чан Провел всю свою молодость Вот в таких подворотнях Снимались Фильмы Получается мы сейчас На островной части Гонконга А на материковой части Там вот этих подворотень Пиздец Столько много Чун Кин Мэншин Там где стоит Вот они, ребят Гонконгские переулки Чон Йон Фат Джет Ли Джеки Чан Все тут снимали Свои боевики Так, ребят Автодвери Ну Открыть ЭЭЭ Почему не открываешь Тяни Тяни Толкай Салон Cannot make Видео Зай, давай кусочек бамборджини. Куракан. Да я знаю, я же зашел. Только фотография. Бамборджини Куракан. Ребят, 16 лямов рублей на наши деньги. Че, тест-драйв можно сделать сегодня? Слышь? Ты... Съемка видео запрещена, ребят. Делаем, типа, ой, за свет, за свет пошел, за свет пошел. Я в Москве был, ребят, там уже хуел. Ладно, ребят, все это фигня. Салон ламбы. По 16 лямов примерно на наши русские деньги стоят Куракан. 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 Так, ребят, продвигаемся на Пик Виктории. Наверное, с випрайдером пешочком поднимемся на Пик Виктории. А ребят посадим на... Приус. Приус, ребята. Старенький. С такими целями не обидим, дорогой. Тебе даже Приус не поможет с такими ценами на бензин. Опа. Подстава, ребят. Это гонконгская подстава. Короче, идете, лежит таблетка на дороге. Вы ее поднимаете, за углом сразу полицейские. Ни в коем случае не поднимайте. Так, ребят. Как тут отъезжает. Просто отъезжает. Да, ты тут кивилий, деда. Все, ребят, Пик Виктория уже рядом. За спиной, наверное, находится. Посмотрите, сейчас пойдем. Вот так вот, ребятки. Посредине подскребов Оазис. Райский. Вот, ребят. Экономист из Гонконга работает тут по найму и питается обедами с 7-11. Потому что в ресторане очень дорого кушать. Вот, черепашки-красноуки вычиживают, греются. Да, вон, смотри, сколько их горешей. Вон, плавают. Вон, карты купаются. Если честно, они прикольно плавают. Она боится, не знаю, наверное, что она купила, она вылезла, не забрали. Я думаю, что ты ее понял, а не понимаешь. И словить, и словить хочешь. Да. Оп, оп, оп. Да, наросли уже нормально. Селепашь и сушь. Она щепка какую-то, блядь. Не важно. А, не листья, листья. Листья, я не знаю, клядь. Куда? Ну, чистят, это. Понял? Давай, давай. Смотри, что они там делаются. О, вот, сейчас она с этого ездит. Да, не черный черепа. Сорми черепа, блядь. Семь, на ксенетре липа, блядь. Дикативы, они поняли. О, вот, смотри. Понял, да, природа, какая тема? Они чистят, чтобы тут ничего не заиливалось, не заванивалось от этих всяких. Листья поедают. И вот, смотри, что бригада жарит. Там драка зарисует. Ну, конечно, вот, интересно. Ну-ка, поднавали. За что? За парение. Не, это бейб. Это парение. Они не будут разграться. Да? Да все. Ты что боишься? Говоришь, что много не кодеков. Так, идем дальше, ребят. В общем, сказали пешком идти примерно полтора часа. Но я думаю, это все вранье. Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки. Вон какая очередь. Народ эмигрировать хочет. Оп. Роллс-Ройс Фантом. Все, народ прорывается. Так, ребятки. Половина пути уже позади. Скоро поднимемся на пик Виктории. Слушай, смотри, какие балконы у них красивые. Зелена у каждого на балконе. Люди живут. Вон кто-то на вертолете летит. Правда, не видно. Так. Ля, ну конечно, я на этом пике Виктории уже был неоднократно. Випрайдер, корешок, Дед Мороз тоже там был неоднократно. Семейная пара, которая с нами в путешествии, мы их посадили на такси. И они поехали, чтобы они там уже, говорю, поднимайтесь, смотрите там. Музей Мадам Чусо зайдите. Мы там уже были неоднократно. Мы пока прогуляемся. Здесь у нас, как это, ходьба называется, лечебная. Все, ребятки. Еще 25% пути позади. Итого уже 75% пути пройдено. Скоро будет пик Виктории. Такой вот вид отсюда открывается. Очень интересная прогулка, живописная. Идем, любуемся автомобилями Тесла, которых очень много в Гонконге. Скорее всего, действительно, люди хотят деньги экономить. Бензин 120 стоит на наши деньги. Хоть у них и больше зарплаты, но все равно, допустим, нормальную Теслу можно взять за 35 тысяч долларов. Вот она, Теслочка. Сколько модель С стоит? 65? Да нет, около сотки. Около сотки, да? С спортивной. Около сотки. Но тут кредит, там, немножко чик. Беспроцентный. И нормально. В Мазерати поехала. Вот, как сейчас, работяги Гонконжницы. Мы уже почти на пике Виктории, жарко встало сейчас. Тонца павит. До встречи, на самом деле, ребят, мой. Дзинка, вот, как. Давай, давай, рассказывай, рассказывай. Здесь уже частные начинаются дома, частные коттеды, очень богатых людей. Сейчас уже почти поднялись пешком, и здесь такой вот водопадик. Клум, парень, парень, и там частный дом, коттедж. Вот самолет, вертолет здесь, видите, ребята? Прямо, прямо, видишь? Да, да, да. На обед кто-то полетел. На обед. Ну, все, ребятки, добрались мы до верха. Пик Виктории, вот он. Оп. Вот, получается, выход из пика Виктории. Ребят, вот он, пик Виктории. Вот основная смотровая площадка. Туда 140 гонконгских долларов вроде вход, не помню. Я последний раз там вот в мае был. Есть у меня плейлист на моем YouTube-канале. Посмотрите, как я летел из Таиланда в Гонконг, из Гонконга в Владивосток. Интересные, какие есть видюхи для тех, кто путешествует через Гонконг. Всякие лайфхаки секретные, где в аэропорту Гонконга оставить вещи бесплатно, чтобы не платить. Смотрите. Красота, да? А вон он трамвай поднимает людей. На трамвае подняться 88 юаней стоит по юаню. 88 гонконгских долларов туда-обратно. Но мы пешочком за час, ровно за час поднялись наверх. И я засек час. Красота, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok